На этих видео чеченские полицейские, которые задерживают и избивают нарушителей карантина. Во время эпидемии ковид-19 власти Чечни ввели комендантский час, остановили общественный транспорт, закрыли регион для въезда граждан и даже ограничили проезд по федеральным трассам, чем вызвали возмущение премьера России Михаила Мишустина. В разрез с Москвой Рамзан Кадыров действует не первый раз. Его республику западные российские исследователи давно называют внутренним зарубежьем. Почему Чечню они уже не считают Россией? Сейчас объясним. Отношения между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путиным часто описывают как сделку. Кадыров пообещал установить в Чечне мир. Взамен получил абсолютную власть и свободу действий. Прежде чем рассказать, где эти действия вышли за рамки российских законов и директив Кремля, напомним, как Рамзан Кадыров пришел к власти. Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров – это сын Ахмата Кадырова, бывшего верховного муфте Чечни. В первую чеченскую Рамзан с отцом сражался против федеральных войск. Однако во вторую войну его отец, несогласный с распространением радикального ислама, решил не оказывать сопротивления Москве. В июне 2000-го, чтобы не увязнуть в партизанской войне, Кремль передал борьбу с повстанцами в руки лояльных чеченцев. Владимир Путин назначил Кадырова-старшего главой администрации Чечни. Рамзан повозглавил службу безопасности своего отца. Однако 9 мая 2004 года Ахмад Кадыров был убит. Согласно Конституции, стать преемником отца Кадыров-младший по возрасту не мог. Поэтому президентом Кремль выдвинул Аллу Алханова, а Рамзана назначили вице-премьером. Но в 2007-м, как только Кадырову исполнилось 30, Алханов подал в отставку. Чеченский парламент по предложению Путина утвердил Рамзана на посту президента Чечни. Привилегированный субъект федерации, молодой, резкий, уважаемый в Кремле человек. Ну и в общем в то время никакого особого протеста не ощущалось. Кадыров сломил вооруженное подполье. Он принял на службу тех, кто сложил оружие и расправился с теми, кто отказался. Если в 2010-м году в терактах и стычках в Чечне были убиты и ранены 250 человек, то в 2018-м всего 35. Лояльных Кремлю, но неподчиненных Кадырову чеченских силовиков так же не стало. В 2006-м году в Москве чеченские милиционеры застрелили командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова. В 2008-м там же был убит депутат Госдумы Руслан Ямадаев. В 2009-м году в Дубае застрелили командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Делить с кем-либо власть в Чечне Кадыров не намерен. Я сказал, чтобы слово «оппозиция» было забыто. Сегодня у нас нет оппозиции. Эта система придумана для подрыва власти. Кадыров не единожды обещал расправиться с врагами президента России и клялся ему верности. Я слуга народа, я раб Всевышнего, я пехотинец Путина. Однако преданность Владимиру Путину не всегда равна преданности российским законам. В Чечне действуют лишь те российские законы, на которые дал согласие Рамзан Кадыров, заявляют российские и международные правозащитники. Согласно аналитикам, именно Кадырову, а не Москве, подчиняются части Росгвардии и МВД, размещенные в Чечне. Их костяк – это земляки Рамзана и бывшие партизаны. Пять лет назад Кадыров даже приказал своим полицейским стрелять в силовиков из других регионов, если те явятся в Чечню без предупреждения. Численность армии Кадырова оценивают в 30 тысяч человек. Подчиненных Москве сил Минобороны и ФСБ в Чечне в два раза меньше – 15 тысяч. В Гудермесе создан единственный в России частный университет спецназа. Кадыровцы участвовали в кремлевской агрессии против Украины и в операции в Сирии. А недавно его спецназовцев заметили даже на норвежском Шпицбергене. Правозащитники обвиняют чеченских силовиков в пытках и убийствах оппонентов Кадырова. Среди них журналистка Анна Политковская, правозащитница Наталья Эстемирова, политик Борис Немцов. В 2017 году мир облетело известие об убийстве в Грозном десятков людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В культурной политике Кадырову удалось соединить идеи, казалось бы, непримиримых групп – традиционалистов и исламистов, сторонников независимости и приверженцев России. Одна из незаконных традиций, на которой власти Чечни закрывают глаза – это многоженство. Вторую или третью жену в ЗАГСе просто не регистрируют. Случаются и принудительные свадьбы, и убийства во имя чести. Сторонников радикального, то есть очищенного от местных традиций ислама в Чечне преследуют. При этом сам Кадыров вводит суровые нормы, позаимствованные с Аравийского полуострова. Власти Чечни обязали госслужащих, студенток и школьниц носить хиджаб. Треть эфирного времени на чеченском телевидении занимают религиозные передачи. Азартные игры в Чечне запрещены. Алкоголь можно купить лишь в одном ресторане и одном гипермаркете. А музыканты должны согласовывать свою музыку и внешний вид с государственной комиссией. Трагический день 23 февраля 1944 года, когда по приказу Сталина всех чеченцев-ингушей выселили в Казахстан, власти современной Чечни не отмечают с 2011 года. День скорби Рамзан перенес на 10 мая. День памяти своего отца. Как известно, Ахмат Кадыров погиб 9 мая. Но в этот день в Чечне, как и во всей России, празднуют День Победы. Верность президенту России не мешает Рамзану Кадырову поощрять использование чеченского языка. Чеченский стал языком власти, подтвердил перешедший к Кадырову бывший министр обороны Ичкерии. Наш президент – чеченец. Наш премьер-министр – чеченец. Все министры – чеченцы. И я говорю с ними по-чеченски. Я не думаю о Путине. Я думаю о Кадырове. Мне неинтересно, что творится в России. 12 миллиардов долларов или по тысяче долларов на каждого жителя Чечни. Столько денег республика получила из федерального бюджета с 2001 по 2012 год, когда программа послевоенного восстановления завершилась. Грозный из поля руин стал витриной Северного Кавказа. Но Чечня осталась в пятерке самых субсидируемых регионов России. В прошлом году безвозмездное поступление из центра превышали миллиард долларов. Или 85% бюджета республики. Помимо федерального бюджета, деньги лидера Чечни получают из фонда имени Ахмата Кадырова. Согласно газете «Коммерсант», по 10% зарплаты созданный Рамзаном фонд сдает каждый чеченский бюджетник. Копилку пополняют и принудительные взносы с предпринимателей, а также доходы от принадлежащих фонду фирм. Кадыров поборы отрицает, но проверить его слова нельзя, так как финансовых отчетов фонд не публикует. Главы российских регионов за границей встречаются с коллегами или бизнесменами. Рамзана Кадырова принимают главы государств. Причем не всегда дружественных в Москве. Кадыров стал посредником Кремля в консервативном исламском мире. Но хотел большего. Он же претендовал на особый статус мусульманского почти лидера в рамках России. Он был популярнее многих наших муфтиев. Но быть лидером это невозможно. И он, по-моему, от этой идеи отказался. Внешняя политика Рамзана Кадырова не всегда совпадает с внешней политикой Кремля. 11 января 2015 года после теракта в редакции французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с лидерами европейских стран принял участие в полуторамиллионном марше единства в Париже. Однако уже 19 января в Грозном Кадыров собрал 800-тысячный митинг. На нем глава Чечни осудил оскорбление, нанесенное мусульманской религии французскими сатириками. Похожая ситуация произошла и в сентябре 2017-го. Тогда Рамзан Кадыров собрал манифестацию, на которой призвал Россию защитить мусульман-рахинджа, которых уничтожали власть имьянмы. Самостоятельность Кадыров проявляет и в отношениях с соседними регионами. В 2018 году он добился изменения границы с Ингушетией, в результате которого чеченская территория увеличилась на 26 тысяч гектаров. Через год установка чеченских указателей на административные границы вызвала протесты в соседнем Дагестане. Благодаря личным договоренностям с президентом России, Рамзан Кадыров получил право выполнять лишь те законы, которые посчитает нужным. Чечня стала регионом с уникальным статусом. Ее власть имеют собственные вооруженные силы, поощряют культурно-религиозные нормы, идущие вразрез с российским правом, располагают неподконтрольными центру финансами и ведут почти самостоятельную внешнюю политику. Многие эксперты считают, что без Владимира Путина власть Кадыров удержать не сможет. Однако некоторые полагают, что Рамзан Кадыров останется в Грозном вне зависимости от того, кто будет у власти в Кремле. Если мне удалось объяснить вам, почему и в каких сферах власти Чечни не подчиняются Кремлю, то ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был Александр Попко. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин